Днем, потому что сегодня без обратной связи, потому что одновременно Zoom и YouTube не тянет. И в прошлый раз Zoom почему-то экран не списал. Я вроде разобрался, но сегодня проведем в YouTube. Конечно, формат подразумевает общение, вопросы к вам. Но я надеюсь на вашу самостоятельность, что вы на эти вопросы ответите. Кстати, кто-то прислал задание, кто-то нет. Спасибо тем, кто прислал задание на первое занятие. Те, кто задание выполняет, у тех более эффективно и более быстро меняется жизнь в лучшую сторону. Это просто как совет, опыт. Я понимаю, что у всех разные обстоятельства. Но по опыту большинства людей, если вы делаете то, что идет в курсе занятий, то жизнь становится более радостной, счастливой, гармоничной. На этом тоже будет занятие. Вот вопросы. Но получится, что я сам задал, сам ответил. Потом сам объяснил, почему ответил неправильно. Так, добро пожаловать на второе занятие семейного клуба. Добро пожаловать на второе занятие семейного клуба. Сегодня мы поговорим о встрече Вселенных. Почему я так назвал, будет понятно дальше. Но вообще, я уверен, что человек – это микрокосм космоса. То есть в нашем теле есть все элементы таблицы Менделеева. В нашем теле представлены все основные законы нашей Вселенной. И наше тело подчиняется физическим законам этой Вселенной. И мы бы не смогли жить в ней, если бы не соответствовали ей. То есть мы, у нас больше 400 триллионов клеток. И у каждой клетки своя функция. То есть человек в чем-то очень похож на весь наш огромный мир. На всю нашу огромную Вселенную. У всех свои законы. У нас есть какие-то общие законы тяготения. Допустим, мы все подчиняемся закону тяготения. Но есть те законы, которые присущи только нам. Только нашему организму. И скорость регенерации, скорость пищеварения, метаболизм. У всех разных. Кто-то может есть булочки и не толстеть. А кто-то от лишнего кусочка хлеба набирает килограмм. И это все такие частные законы наших Вселенных. Это все есть. Они встречаются. И наиболее ярко, то что мы разные Вселенные. Наиболее ярко это проявляется в общении мужчин и женщин. И эта разница, она очень сильно влияет на наши отношения. В этом смысле мы будем говорить как о Вселенной. Допустим, есть такая фраза. Мне нечего надеть. И с точки зрения русского языка, эта фраза написана правильно. Она вроде бы означает одно и то же. Мне нечего надеть. Но для женщины эта фраза означает, что у меня нет ничего нового. А для мужчины, что у меня нет ничего чистого. Фраза одинаковая. Смысл совсем другой. Поэтому, когда женщина начинает жаловаться, что мне нечего надеть, мужчина подходит к ее шкафу или шкафам, кому как повезло, и открывает и говорит, вот смотри, сколько у тебя всего. А женщина либо начинает задумываться, что надо бы обновить гардеробчик мужчине, что одну куртку 8 лет носить это слишком долго. Либо тоже начинает вспоминать, когда последнюю покупку делать, и говорить, что вот же у тебя есть вот этот свитер. То есть, мужчины и женщины, они в этом, в понимании одной и той же фразы, они разные, да, они разный смысл закладывают. И когда мы понимаем эти различия и начинаем и учимся с ними жить, то все более-менее хорошо. Ну, есть такие всякие шутки, да, что в плане наряда, что женщина наряжается, чтобы сходить в магазин, выкинуть мусор, полить цветы, почитать книгу, посадить по телефону и даже видеть на e-mail, а мужчина наряжается только два раза в жизни на свадьбу и похороны. Меньше он заботится о своем внешнем виде. Я говорю о большинстве. Конечно, есть и в ту, и в другую сторону изменения, отклонения. Это не значит, что это ненормально. У нас есть и мужские, и женские гормоны, и черты есть, и мужские, и женские. И в какой-то момент одна может доминировать над другой, над нашей. Мужчина может вести себя как женщина, а женщина как мужчина. И вообще все рекомендации, все, которые в этом курсе даются, они говорят, что это абсолютно так, что все такие. Нет, вы можете в своих отношениях вести себя по-разному. Главное, чтобы была гармония. По поводу ошибок. Мужчина должен забывать свои ошибки, потому что нет никакого смысла, что будем помнить об одном и том же. Женщины помнят все, что происходило. И плохое, и хорошее. Плохое особенно. Мужчины забывают очень успешно большинство ошибок. Почему так? Это не потому, что мы такие вредные. Потому что мы так устроены. Мы об этом дальше поговорим. Еще одна такая черта, что при взгляде в зеркало мужчина обычно раздувает грудь, расправляет плечи и остается в своей памяти таким. Таким. Крут. Я еще могу. Женщина, любая женщина любой комплекции обычно думает, что что-то не так с ее фигурой. Какая бы она ни была, как бы ей не завидовали коллеги по работе, какая бы у нее была фигура, все равно думаешь, что что-то не так. Это тоже зависит не только от психологии, но и физиологии и прочих свойств. Мы тоже это рассмотрим. Ну и мой любимый пример, один из любимых примеров. Если обветрились губы у женщины, она сходится скрабом для губ, питательную маску наложит, бальзам, сверх увлажняющий блеск. Если у мужчины обветрились губы, то отодрал кожу и съел. Мы разные. Мы разные. Мы в жизни ведем себя по-разному. Большинство. Большинство черт такие. И когда мы такие разные начинаем соединяться, начинаем узнавать друг друга, начинаем совместную жизнь, то мы зачастую не осознаем того, что мы разные. Мы не осознаем того, что мы разные вселенные. Мы просто не представляем себе, насколько мы сложно, каждый из нас сложно и уникально устроен. Если начать соединять две вселенные, то неизбежно. Какие-то планеты столкнутся, разобьются. Какие-то законы придется поменять. Где-то пойти на компромисс. Где-то, чтобы достичь гармонии и равновесия, придется отказаться от каких-то привычек. У всех есть и солнце, звезды. У всех есть темные дыры. Какие-то воспоминания прошлого, боли какие-то, ошибки. И было, было. Черные дыры были, их никто не видел. Тут залетает другая вселенная со своими яркими звездочками, со своими фейерверками. И все это высвечивается. И это неприятно. И надо с этим что-то делать. В общем, когда соединяются два человека, это соединение двух вселенных. И там неизбежны и столкновения, и проблемы, и конфликты, и все эти вещи. Все то, что нам не нравится. Но не будет, ну может быть, в каком-то фантастическом будущем, или в каком-нибудь романе, не будет как в них. Что вот все вот так прекрасно, все хорошо, без всяких проблем и трудностей. Мужчины и женщины встретились, спорюбили друг друга, и все у них хорошо. Нашли свою половину. Это очень красиво звучит. Ну, в реальности такого нет. Если вы в этом не убедились, или убедились в обратном, я вас поздравляю. Вы живете в прекрасном каком-то отдельном мире. Либо вы очень много работали над этим. Мне кажется, больше вторая подходит. И в каждой вселенной действуют законы. Законы физики, которые работают вне зависимости от того, верим мы в них или нет. Если мы скажем, что не верим в закон тяготения, и выйдем с большой высоты, из окна, из-за двери, скорее всего нам будет плохо. Мы разобьемся и что-то поломаем себе. И так есть во всех вселенных. И в законах отношений происходит то же самое. Есть законы отношений, которые работают вне зависимости от того, верим мы в них или нет. Это очень важно понимать. Мы можем говорить, что да, мы такие уникальные и так далее. У нас у каждого свое возможно. Но основные законы, которые проистекают из того, как мы устроены, их невозможно поменять. Их нельзя обойти. Надо соблюдать для своего же собственного блага и счастья. Именно поэтому весь курс называется «Физика брака». Потому что здесь путем синтеза нескольких работ нескольких психологов и собственного опыта я попытался все законы выявить и донести их до тех, кто хочет проверить, так это или не так. То есть это не абсолютно законченная теория. Это все на практике, все живое, все развивается. Поэтому я и прошу присылать ваши истории о ваших отношениях, о том, как у вас получилось или не получилось их создать, сохранить. Потому что это очень важно. Опыт многих людей важен. Но я постарался отобрать именно те законы, которые я вижу, как работают в моей семье. Поэтому идет речь про законы, про физику и так далее. Но надеюсь, что это не будет скучно. Итак, мы с вами разные, мужчины и женщины. Они разные. Слышим фон окнортиков. Да, извините, моя дочка смотрит тут рядом. Да, у меня хороший микрофон. Она в наушниках сидит, так что извините. Ладно. Итак, мы разные. В основном я опять-таки делаю оговорки, но это в реальности так. То есть мужчины и женщины в основном отличаются по таким признакам. Но вы можете в паре даже обнаружить, что вы ведете себя как мужчина или как женщина. Хотя вы противоположного пола. И это ничего. Это нормально. Главное, чтобы была гармония. Я говорю об основном в большинстве мужчин и женщин. То есть обычно такое представление, что мужчин на первом месте логика, у женщин эмоции. И это не просто психологически навязанная теория. Это реальность. И она исходит из нашего устройства. Буквально. Вот наш мозг. Так выглядит схематично. И левая его часть отвечает за интеллект. А правая за эмоции. И у женщин считается, что преобладает эмоции. Что типа мужчины всегда так нехорошо смеются, что женская логика это то, чего нет. Но это неправда. Почему? Потому что у женщин связаны очень сильно оба полушария. То есть мозолистое тело, которое соединяет две половинки мозга. У женщин оно больше процентов на 40, чем у мужчин. Соответственно, у женщин нет переключения с эмоцией на логике. И у них все это одновременно происходит. То есть как женская интуиция. Она может увидеть и по состоянию человека эмоциональному определить, что у него произошло. То есть некое такое как искусство предвидения. Или женщина очень чувствует. Но она чувствует не просто, что эмоционально. У нее очень быстро идет интеллектуальное объяснение к этому произошедшему. Поэтому женщины очень здорово догадываются, где заначки спрятаны и что произошло на работе. Хотя мужчина кажется, что ни один мускул не дрогнул на его мужественном лице. У мужчин наоборот. Между половинками мозга связь это меньше. Мозолистое тело меньше. И нам приходится переключаться из одной сферы в другую. Женщины могут сидеть в пятером за одним столом и вести пять одновременно разговоров. И совершенно свободно себя чувствовать. Или любая женщина заткнет за пояс Юлия Цезаря, который делал несколько дел одновременно. Если она может говорить по телефону, кормить ребенка, мыть раковину и еще кучу-кучу-кучу дела всего. Все успевать. Мужчины так не умеют. У нас есть ограничение, что мы должны сосредоточиться на чем-то одном. Мы должны либо интеллект, либо эмоции. У нас есть такой переключатель. А женщина очень тонко чувствует этот момент. Поэтому когда я сижу и думаю о каких-то великих проблемах, как спасти мир, как предотвратить третью мировую войну и так далее. Ну такие глобальные проблемы. Когда мне подходит жена и спрашивает, дорогой, ты меня любишь? То мне надо время, чтобы из сферы телектной логики переключиться в сферу эмоций. А жена вот это очень что-то тонко чувствует. И когда ты такой через долю секунд говоришь, да, да, конечно. Она говорит, нет, ты задумался. Нет, ты не искренний. Нет, это неправда. Почему так происходит? Почему идет вот такой, ну не то, что негатив, но обвинение? Потому что есть такое убеждение, что этот человек такой же, как и я. Ну только носит штаны или только носит юбку. Вот песня такая. Я это ты, ты это я. Но эта песня больше об отношениях многолетних, которые привели к тому, что мы очень тонко чувствуем своего супруга или супруга. И не то, что мы становимся прям как одинаковыми. Мы все уникальны. Мы не можем стать таким же, как человек другой. Но мы можем научиться чувствовать его, понимать его, построить с ним глубокие отношения. Такие, что кажется, что да, это моя половина. Но если в начале отношения это идет, да, ну представьте, человек смотрит в зеркало. Ну какой ему интерес строить отношения с таким же человеком, да. Но тем не менее у нас есть такое убеждение, что когда мы встречаемся, встречаем похожего по духу, по убеждению человека, мы думаем, это как я. Это вот как я. И это порождает очень много проблем, реальных проблем. Потому что мы общаемся с человеком и думаем, что он думает, чувствует так же, как я. Но в плане мужчин и женщин это абсолютно не так. Мы думаем, чувствуем абсолютно по-разному, понимаем по-разному. И в этом мы сегодня с вами убедимся. И очень часто такое общение приводит к конфликтам и ссорам. Что ты вроде говоришь человеку, и ты думаешь, что он понял. Потому что, ну я же понял, я же сам-то не дурак, я все правильно объясняю, логично. И женщина, я вот намекнула ему, он должен был почувствовать и понять. Я же понимаю, а он нет. Понимаете? И вот это часто приводит к проблемам и ссорам. Потому что мы обнаруживаем с удивлением, что вот этого понимания нет. Что человек делает наоборот или делает совсем не так, как мы просили. И как так? Как же так? Так, я же все объяснил или я все объяснил. И это приводит часто к спорам, ссорам и стрессам. Мы сегодня разберем последствия этих ссор и спор. И ну какой-то один аспект. А в следующий раз будем говорить про гормоны, про то, как устроено физиологически. Но во многом, во многом эти проблемы, они именно из-за того, что мы на физиологическом уровне разные. Можно говорить много о воспитании, о культуре, о чем угодно. Но есть основа, та база, от которой мы недалеко ушли, которая на нас очень сильно влияет. Обычная реакция мужчины на стресс. Еще раз подчеркиваю, обычная. Бывает, по-разному мужчина реагирует. Но в основном, когда спор перерастает, переходит границы, мужчина испытывает стресс. И в ответ он что делает? Он злится. Он прям такой, он готов бить или бежать. Он прям, ну такой вот очень агрессивно себя ведет. Обычно так. Обычно так заканчиваются. На первом этапе споры. Споры тоже есть несколько этапов. Мы будем с вами рассматривать, как правильно спорить. Без конфликтов. В прошлый раз мы говорили, что не бывает семей. Но надо их правильно разрешать, чтобы отношения улучшались. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. Как правильно спорить. Также об этапах. Почему это первый этап, когда вот такая реакция на стресс. Это тоже поговорим. Обычная реакция женщины на стресс. Она может тоже и кричать, и гневаться, и так далее. Но я говорю, обычная. То есть это большинство. Она более, ну такая, тихая, спокойная. Как бы более внутренняя. И она больше расстраивается, да, чем хочет напасть. И, ну, что-то сделать, как-то отомстить. То есть это обычно так. Почему так происходит? На физическом состоянии, во время спора, когда возникает сильный стресс, да, у нас почти все одинаково. То есть сильнее начинает биться сердце. От 100 до 165 ударов в минуту. То есть это практически в полтора, в два раза больше нормы. Происходит выброс адреналина. То есть мы, у нас такая реакция, да, бороться и выезжать. И поднимается давление у нас, поднимается сильно. Это так реагирует наше тело. То есть почему так происходит? Потому что, хотя мы живем в век небывалого прогресса, мы много изобрели, мы в многом продвинулись. И живем не в пещерах, да, и ездим не на лошадях, не пешком бегаем. То есть у нас очень много. Мы в космос летаем, да. Уже вон Ричард Брэнсон туристов возит уже, уже можно. Первый экипаж, состоящий из некосмонавтов, слетал на орбиту недавно. Значит, это все развивается. Ну, вроде все здорово. Мы прогрессивные люди. Но на самом деле мы очень недалеко ушли от наших доисторических предков. От гоминидов, которые жили, по меркам истории, они жили совсем недавно. То есть все вот эти реакции, уничтоженное сердцебиение, потоотделение, оно происходит потому, что наше тело воспринимает текущую ситуацию как опасную. И эта реакция досталась нам от далеких-далеких предков. То есть, несмотря на то, что прошло много времени, ну, 3,5 миллиона лет историю человечества, наше тело, оно свою реакцию на страх не усовершенствовало. То есть оно не отделяет, да, оно не разделяет. Или ты стоишь напротив тигра, да, или напротив супруги, которая говорит, сколько раз мне говорить, опускай сиденье на унитазе. То есть, еще раз, да, для тела все равно, или перед нами вот такой вот тигр, который вот уже в прыжке, и вот-вот тело умрет, да, или перед нами супруга, да, которую вы чем-то довели, и последнюю каплю капнули в чашу терпения, она переполнилась, и все. И мы увидели вот такого, не знаю, что страшнее, да, на самом деле. Поэтому наше тело, оно реагирует одинаково. Что происходит на эмоциональном состоянии? Когда мы в стрессе, когда выброшен адреналин, наш мозг не способен обрабатывать информацию какую-то дополнительную. То есть, у него вот только остаются такие наименее интеллектуально утонченные ответы. То есть, либо бороться, ну, критиковать, неуважительно говорить, обороняться, оправдываться, или бежать. Ну, иногда физически, да, кто-то убегает, иногда просто замолкает, устроит стену, то есть, не воспринимает своего супруга. То есть, очень трудно сосредоточиться на том, что говорит супруг, потому что супруг или супруга, они стараются, ну, если они не вовлечены так же в конфликт, как вы, если стресс только у вас, да, у него или у нее не так сильно, ну, или более крепкая нервная система, то обычно человек старается вас успокоить, но вы не можете услышать это. Также творчески нельзя решить проблему, там, рассмеяться, поцеловать, обнять. То есть, уже получили на уровень такое боевого состояния наших предков. Вот. И любая возможность тогда решить проблему, она утрачена. Почему говорят? Остынь. Остынь, пожалуйста, потом поговорим. Потому что в таком состоянии, в состоянии стресса, когда переполнен адреналин, адреналином организм и сердце бьется, невозможно решить проблему. Нужно остыть, успокоиться, потом решить. И, а почему это происходит? Потому что причины, они в нашем прошлом. Самки растили потомство. Самцы добивали пропитание и обеспечивали безопасность. Вот так жили наши далекие предки. Но у женщин, да, у женщин реакция на стресс, реакция может быть одинакова, да, и мужчина, и женщина. Но у женщин выживали те, кто быстрее успокаивается. То есть, чем спокойнее женщина, тем больше окситоцина выделяется, и больше вырабатывается молока. То есть, естественный отбор был на стороне той самки, которая может быстрее прийти в себя после стресса. То есть, она успокаивается быстрее. Соответственно, это повышает шансы детей на выживание, увеличивая количество молока. Тогда люди боролись за каждый кусок еды. Кстати, про это тоже, ну, если будет, тема, можно будет рассказать, почему реклама Макдональдса и каких-то кулинарных изделий, она всегда такая большая, и всегда старается попасться на глаза. Но старается делать так, чтобы упались на глаза. Тоже связано с нашим организмом и прошлым. Так вот, женщины, они после стресса, они успокаиваются быстрее. Это их способность, выработанная веками, тысячелетиями эволюции. Мужчины, мужчин, среди них выживали те, кто быстрее реагировал на опасность и оставался, дольше оставался бдительным. То есть, что это означает? Если какой-то стресс, то мужчина дольше успокаивается. И какой-то стресс у него, сразу это значит сигнал опасности, значит, нужно либо бить, либо бежать, как-то защищаться. Чем дольше ты поддерживаешься в таком состоянии наблюдателя, ты все время ждешь какого-то подвоха, ты все время на стороже, ты не расслабляешься. Те выживали. Те, кто расслаблялись, те погибали от хищников, от врагов и от всего. То есть, это у нас осталось. У нас, ну, мужчин, осталось такое, что нужно всегда быть на стороже, всегда быть готовым в бою. И поэтому сейчас, хотя уже не надо каждый день драться, не надо каждый день переживать какие-то стрессы и отбиваться от зверей, соседей. Я не знаю, где вы живете, может быть, вы живете в коммуналке и у вас так. Но всякое бывает в жизни. Но в основном наша жизнь гораздо более спокойна, чем у предков. Но вот эта схема поведения в конфликтах, она осталась и она в нас есть. То есть, женщины, даже во время спора, во время ссоры, даже когда их там довели, ну, когда там уже не до крика, когда уже там все уже, мы это состояние тоже состояние такое, потопом будем рассматривать и что с ним делать, как из него выходить, это тоже будет дальше. Но даже в таком состоянии спора, ссоры, стресса, женщина пытается мыслить позитивно и они ищут выходы. Как из этой ситуации выйти с наименьшими потерями? То есть, это вот, это то, то, как устроены женщины. Они такие. Мужчины же, наоборот, во время стресса, во имя ситуации, они думают негативно. Они думают, как так, как же так, как меня унизили, как меня не понимают, что же делать. И они придумывают способ либо оправдаться, либо отомстить. Поэтому, когда идет какие-то обвинения в том, что мусор не вынес или в том, что денег мало зарабатываешь, мужчины всегда находят либо способ оправдаться, да, ну, либо сказать, сама такая, а ты там это не делаешь, либо как-то отомстить, тоже что-то сказать в ответ, побольнее, поколючее. Ну, либо самый первый этап, да, это оправдаться, снять себе ответственность. Это очень выводит женщин, мужчина не понимает, почему, но вот мы такие, да, и надо понять это, признать, конечно, это нужно исправлять, я не говорю, что это прям так, все здорово, но я не оправдываю ни мужчин, ни женщин, но я просто призываю понять, что мы себя ведем отомиссора и споров по-разному. Допустим, если женщина говорит, мы никогда никуда не ходим, да, то мужчины, ну, обычно отвечают, что-то такое, ну, и правда, мы недавно выбрались в гости, да, на прошлой неделе, так что ты тут рассказываешь, мы ходили туда, мы ходили сюда, почему так происходит, да, потому что, когда женщины говорят, мы никогда никуда не ходим, они подразумевают следующее, что, дорогой, мне очень хочется, что мы пошли куда-нибудь вместе, отдохнули, развлеклись, мы умеем хорошо проводить время, что ты об этом думаешь, может, поведешь меня куда-нибудь пообедать, но ведь уже давно нигде не были. если бы женщина сказала вот так, да, не просто фразу, мы никогда никуда не уходим, не просто надеясь, что мужчина каким-то образом почувствует, что она хочет сказать, а вот она бы сказала так, то он бы по-другому отреагировал, но что он слышит, да, когда он слышит, мы никогда никуда не ходим, понимает это так, что ты, он понимает это как обвинение, что ты не делаешь того, что должен быть, ты не тот, каким я себя представлял, и наша жизнь скучна, неинтересна, потому что ты лентяйца нуда, тебе не осталось никакой романтики. Женщины сейчас должны возмутиться, как мы совсем не это имели в виду, да, вы имели в виду вот это, предыдущий слайд, но если бы вы сказали это, мужчина бы не понял неправильно. Женщина тогда мне начинает говорить, ну почему, он же должен почувствовать, он же должен почувствовать, это же так просто, и мы возвращаемся к началу нашей беседы, что мы воспринимаем других такими же, как мы. Нет, не такие же, как мы, совсем другие. Как скучно, да, как это банально, объяснять все свои действия, объяснять все свои чувства, он же должен почувствовать. Дорогие жены, он будет чувствовать, но это очень постепенный, очень долгий процесс, и прежде чем он начнет чувствовать, это уже там достаточно долго, должно пройти время, чтобы он понимал вас без слов, чтобы мы вас понимали без слов, или намеками, или вот такими, по таким фразам расшифровывали их правильно. Поэтому, как бы не было обидно, но придется объяснять вначале. Простите нас, пожалуйста, но надо объяснять. Вот, потому что мы часто, я уже говорил, что в стрессе, в обвинении, когда слышим обвинение, мы стараемся оправдаться, или напасть в ответ, и это наша естественная в чем-то реакция. Допустим, еще одна фраза. Женщины говорят, я так устала, что ничего не могу делать. А мужчина в ответ, чуть-чуть раскисла, вот не знал, что ты такая слабачка. Он не поддержал вас, он не понял, что вы хотели сказать, потому что на самом деле женщины хотели сказать следующее, что было так много дел, мне нужно передохнуть, как повезло, что я могу рассчитывать на твою поддержку, обними меня и подтвердить, что я справляюсь со своими обязанностями хорошо, я действительно наслежила минутку отдыха. Вот я бы ни в жизни подумал, что в этом послании такое зашифровано. Но женщины подразумевают вот эти вещи. И мужчина слышит, что он слышит, когда жена говорит, что я устала, что так ничего не могу делать. Он слышит опять обвинения. Да, мы странные, простите, мы так устраивлены. Потому что мы пытаемся сделать вашу жизнь лучше, но когда мы слышим, что ничего не могу делать, мы делаем вывод. Это такой посыл, что делай все, ты ничего. Потому что ты должен взять на себя больше обязанностей. Я совсем не справляюсь одна, я в отчаянии. Но ты настоящий мужчина, а не ты. Как я ошиблась, выбрав тебя. Да, мы тоже способны на построение сложных логических конструкций эмоциональных. Кстати, если мужчина и вам говорят, что он только действует, только на основе логики, это неправда. Эмоции у нас тоже есть, просто мы их старательно прячем. Причем это с детства начинается, когда говорят, что мальчики не плачут. Но эмоции есть. Так вот, выстроив вот такую схему, конечно, мужчина начинает оправдываться или нападать. Говорить, да, ты такая слабачка, значит, ты раскисля. Что, не мужик, что ли? Так хочется добавить. Еще один пример. Чаще всего, да, женщина, это со стороны женщины звучит, что ты, мне больше меня больше не любишь. Типичный ответ мужчины такой, ничего подобного, значит, что я делаю в этом доме? Я же с тобой. Что тебе еще надо? Какие доказательства любви, тебе еще нужны? Я же тут. Что происходит на внутреннем уровне? Когда женщины говорят, ты больше меня не любишь? Они подразумевают, мне сегодня кажется, что ты меня не любишь. Я боюсь, что сама тебя оттолкнула. А я знаю, что ты меня любишь, очень много делаешь, но сегодня я чувствую себя неуверенно. Подкрепи свою, мою веру в твою любовь и скажи три волшебных слова, я люблю тебя, когда ты произнесешь как мне так хорошо. Представляете? Вот. По каким, законам вы устроены? Мужчины понимают совсем по-другому. Когда им говорят, ты меня не любишь. Это прямое указание, что ты виноват, ты меня не любишь. Вот что понимают мужчины, что я отдала тебе лучшие годы своей жизни, а ты мне не дал ничего. Ты меня просто использовал, ты холодно расчетливый эгоист, сам делаешь все, что тебе хочется, для себя одного, и на всех прочих тебе плевать. Это была страшная глупость, что я влюбилась в тебя, теперь у меня не осталось ничего. Ну и иногда все эти чувства короче, да, могут выражаться одним, двумя крепкими словами, да, в зависимости от интеллектуального уровня мужчины. Ну, или от тех чувств, которые он переживает. Потому что, ну, вот такое обвинение, да, ты больше меня не любишь. Это очень сложно. И мужчина считает подвигом, да, что-то ответить вот так. Не разругаться, не сказать там, что сама такая, сама эгоистка, да, а вот так сказать, что я, что я делаю в этом доме. Ну, как доказать, да, что я все еще здесь. И таких фраз, таких споров, таких столкновений может быть очень много. Очень-очень много. И у каждого свои. это типичные, они могут быть для вас нетипичными, но главная мысль, да, что чтобы вот этого избегнуть, да, нужно ставить себе целью жить жизнью того, кого любишь. Наш знаменитый соотечественник Лев Николаевич Толстой, он прям так и сказал. Любить, значит, жить жизнью того, кого любишь. У нас наша жизнь часто сосредоточена на нас самих. Он мне нравится, она мне нравится. то есть я ищу те черты в человеке, которые меня будут радовать. Никто не говорит, о, какой человек, я буду жить для него, я сделаю для него вот это вот это. Это даже звучит странно. Ознакомишься с девушкой и говоришь первые слова, я буду оплачивать все твои счета и возить тебя на бога. Да, в голове у тебя такое, ты искренне это говоришь, да, это не способ познакомиться. Или жена в ответ тоже говорит то, что мужчина хочет услышать. Вот такого даже нет в нашей культуре. Но вот это надо менять. Почему? Потому что как только мы начнем жить в жизни того, кого любят, мы начнем разбираться, что ага, вот человек устроен так, а в стрессе ведет себя так. Вот, допустим, жена хочет помириться, а не дальше развить конфликт, а мое упрямство, оно только разжигает конфликт. Или наоборот, да, сейчас муж в стрессе, надо подождать, как-то успокоить, потом спокойно все обсудить. Это вот это и значит жизнь жизни того, кого любишь. Это очень важный момент, и да, время вопросов и ответов, но скорее всего только время вопросов. Если вы напишите в чат или куда-нибудь, я стараюсь ответить либо сейчас, либо перед следующим занятием. Напишите, лучше напишите. И задание. Задание надо. То есть попробуйте ошифровать следующие фразы, которые я отправлю фотку с этим заданием в чаты. Всем в чаты отправлю. То есть попробуйте расшифровать следующие фразы, они будут на следующем слайде. И постарайтесь объяснить супругу, что вы или те, кто их говорили, хотели им сказать. Давайте тренироваться на чужих ошибках. А для суперпар, которые не поругаются в процессе расшифровки следующих фраз, второе задание. Определить ваши часто повторяющиеся фразы, которые приведут к ссорам и постарайтесь их расшифровать друг к другу. Техника безопасности здесь такова, что если вы чувствуете, что это упражнение вгоняет вас в какой-то неуправляемый стресс, то лучше остановиться. Потому что мы еще не изучали с вами искусство гармоничных споров. Мы с вами немножко, ну только в начале, я поэтому с небольшим опасением даю это задание. Второе можно не делать. Если вы первое хорошо прошли и не начали говорить, вот, а я тебе так же говорю, а ты вот так же реагируешь. Если вы без обвинений и без ругания первое задание выполните, то можете попробовать перейти ко второму. Это уже для супер пар. Итак, просьба такая. То есть первая фраза это женская, мне хочется забыть обо всем. Мужчина отвечает, если тебе не нравится твоя работа, уйди оттуда. Задача женщины объяснить, что она хотела этим сказать и что она почувствовала, когда мужчина вот так ответила. Ну, явно он ответил не так, как она ожидала. Задача мужчины рассказать, что он имел в виду, потому что, как он понял, что она хотела сказать и что он имел в виду, когда он так говорил. И, соответственно, еще несколько фраз, в доме есть такой беспорядок, не всегда, никто меня больше не слушает, я тебя сейчас слушаю, и ничего не получается так, как надо, ты хочешь сказать, что это моя вина. С первой фразы это фраза женщины, вторая ответ мужчины, и вы можете в парах обсудить, что имела в виду женщина, какой ответ она хотела услышать, и что понял мужчина, и почему он так ответил. Это вот задание на следующую неделю. Вы можете ваши варианты присылать в чат, в личных сообщениях, в общем чате, как хотите, но это очень интересная такая работа. Благодарю вас за внимание, счастья вам, простите за, ну, вроде я уложился, да, 40 минут, как обещал, 41, так что спасибо большое, что были, если прям нужна обратная связь, чтобы можно было в режиме онлайна все это обсуждать, сообщайте, тогда будем думать, что делать с зумом, к сожалению, почему-то то ли интернета не хватает, хотя интернет хороший, в общем, у меня, ну, или ноутбук, ноутбук тоже не старенький, ну, как-то не получается, когда мы в зуме, в зуме все есть, все общаемся, то интернсляция очень сильно тормозит, а у некоторых нет возможности выйти в зум, то есть, либо проводить все в зуме, чтобы у нас было с вами такое более-менее живое общение, в зуме.